Добрый день, уважаемые коллеги. Сегодня наша третья встреча. Я напомню о двух предыдущих, поскольку мы будем на них ссылаться. Сначала у нас был с вами вебинар четырехчасовой. Потом по материалам этого вебинара мною было записано три ролика, которые размещены в сети. И сегодня с момента этих роликов, это было 9 апреля, прошло больше месяца и несмотря на значительные выходные дни, у нас появились нововведения в вопросах налоговой поддержки бизнеса в современной ситуации. Появились и новые разъяснения по прежним нововведениям и появились новые меры, о которых есть смысл сегодня поговорить. Я сослался на наши предыдущие встречи, чтобы еще раз подчеркнуть, что в сегодняшней презентации, в сегодняшнем нашем ролике, речь будет идти только о том новом, что появилось за период с 9 апреля по 15 мая. Первое. Это мы прокомментируем какие-то документы, которые разъясняют применение федерального закона 102-го. И у нас появился новый налоговый закон 121-го ЭДЗЕ. Мы тоже о нем поговорим. Разъяснение, касающееся определения базы для пониженной ставки страховых взносов. Вопрос этот возникал уже во время нашего вебинара. ФНС разъяснила, и в общем-то мы об этом говорили и тогда, что если мы платим основную зарплату меньше федерального МРОД, но вместе с надбавками у нас получается выплата больше федерального МРОД, то как облагается превышение над федеральным МРОД? Оно облагается по общей непониженной ставке, потому что сумма федерального МРОД, только превышение над которой облагается по пониженной ставке, определяется без учета районных коэффициентов и процентных надбавок. Поэтому если мы хотим, чтобы у нас была какая-то сумма выплат работникам, облагающаяся по пониженной ставке, и если мы имеем право на эту пониженную ставку, то тогда мы должны выплачивать федеральный МРОД независимо от надбавок и коэффициентов, и сумма превышения, если мы выплачиваем МРОД, и сумму, и процентные надбавки, и районные коэффициенты, то будет облагаться по пониженной ставке только районные коэффициенты. Еще второе разъяснение в этом письме мы видим, о котором тоже говорили уже больше месяца назад. В самом законе о введении пониженных ставок страховых взносов и в 427-й статье Налогового кодекса в редакции 102-го закона, там нет мы обращали внимание отсылки к единому реестру субъектов малого предпринимательства. Сказано, что просто. Право на пониженную ставку страховых взносов имеют все, кто являют, признаются субъектами малого и среднего предпринимательства в соответствии с 209-м законом. Тем не менее, но мы не исключали уже тогда, что ФНС, разъясняя порядок применения этих норм, добавит туда отсутствующий в законе признак обязательности включенности организации в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства. Так, в общем-то, и произошло. Опираясь на определение субъектов малого и среднего предпринимательства, в статье 3-й 209-го закона ФНС написало, что право на пониженную ставку имеют не все субъекты малого и среднего предпринимательства, признаваемые такими по трем признакам. Доходы, среднесписочная численность рабочих и состав учредителей. Но и те, но только те, которые дополнительно к этим трем признакам включены в реестр единый субъектов малого и среднего предпринимательства. И если организация не включена, то она может пользоваться страховыми взносами не с 1 апреля, а с того момента, когда будет включена в этот единый реестр. Напомню вам, что по состоянию на 1 июля реестр обновляется 10 августа ФНС без заявительного порядка. Как можно попасть туда раньше? Это отдельный вопрос, он не очень связан с налогами. Это надо отдельно этим заниматься, думаю, не получится. А будет обновляться в общем порядке. В связи с этим вопросом, с вопросом о значении реестра для получения права на пониженную ставку страховых взносов, я на всякий случай напоминаю положение из 209 закона о том, что есть действительно определение, на которое сослалось ФНС, есть критерии, при соответствии которым организация считается субъектом МСП, и есть отдельная статья о реестре. Поэтому можно полагать, что реестр носит не правоустанавливающий, а правоподтверждающий характер, и таким образом, если он не назван напрямую в законодательном акте или в нормативно-правовом акте, то он не должен являться обязательным признаком предоставления, получения той льготы, той преференции, о которой идет речь в законе. Но мы имеем разъяснение ФНС, я не думаю, что сейчас кто-то будет серьезно спорить с включением ФНС в число критериев получения права на пониженные страховые взносы, обязательности нахождения в реестре, но, может быть, в будущем этот вопрос может быть поставлен. Что касается нового закона 121 ФЗ, действие которого распространяется на период с 1 января 2020 года, то там следующие изменения. Поскольку предполагается, и процесс, как говорят, пошел, не так быстро, как хотелось бы, но пошел, и у нас субъекты малого и среднего предпринимательства, включенные по состоянию на март 2020 года в единый реестр, тут давайте сделаем сноску, если мы будем пытаться оспаривать позицию ФНС предыдущую, о которой только что говорили, то дополнительным аргументом может стать то, что когда законодатель хотел, чтобы в налоговом кодексе было упоминание реестра, он это сделал. В статье 427 такого упоминания нет, и это дополнительный аргумент в пользу того, что для цели пониженной ставки страховых выносов нахождение в реестре не является обязательным. Но это, естественно, вопрос, конечно, спора. Что касается новой нормы, то субсидии, полученные указанными в данной норме субъектами, организациями, они в отличие от общего правила, по общему правилу субсидии, полученные из бюджета, в тот или иной момент облагаются налогом. За исключением субсидий, которые связаны с применением организаций регулируемых тарифов или льготных тарифов для определенных пользователей. Это электроэнергетика, это связки. Все остальные субсидии по общему правилу облагаются. Субсидии, полученные в связи с коронавирусной инфекцией, не будут облагаться налогом на прибыль. И, как мы помним с прошлой нашей встречи, видя любую преференцию, мы обязательно внимательно с вами вчитываемся, а кто же ее адресат. В данном случае А. Субъекты МСП, Б. Включенные по состоянию на 1 марта в реестр, В. Ведущие деятельность в наиболее пострадавших отраслях. Ну и, естественно, если у нас субсидия не облагается налогом на прибыль, то и расходы за счет этой субсидии, осуществленные, они тоже не учитываются. То есть, если мы за счет субсидий будем платить зарплату работникам, то эта зарплата у нас не будет учитываться в расходах. Это надо понимать. Если нет дохода, то и то, что получено безвозмездно, не учитывается в качестве дохода, то, естественно, по общему правилу, если иное не сказано в кодексе, у нас расходы, осуществленные за счет этого безвозмездно полученного и не учтенного в качестве доходов, тоже не учитываются. Следующая норма, она говорит о том, что если организация, в основном это, я думаю, касается медицинских, но может быть и не только медицинских, приобретает какие-то медицинские изделия, связанные с необходимостью диагностики или лечения коронавирусной инфекции, и стоимость приобретаемого более 100 тысяч, и оно служит, может, более года, это приобретаемого, то, несмотря на наличие приобретаемого признаков амортизируемого имущества, мы все равно его признаем в расходах единовременно, как прочие расходы по статье 264. Прочие расходы, связанные с производством и, в скобочках, или реализацией. Внесены изменения в несколько мест налогового кодекса. На что здесь обращаем внимание? Адреса всей организации, но по перечню утвержденному правительству. И даже если у нас капитальные расходы, сооружение, изготовление, сооружение, изготовление, это может касаться и временных госпиталей, а может быть и невременных, но легко сооружаемых. То есть все равно эти расходы, ну я думаю, будут здесь разъяснения, для того, у кого это будет на балансе, могут быть признаны единовременно, а не в качестве амортизируемого имущества. Но надо дождаться перечня правительства. Но перечень правительства только по медицинским изделиям, а по расходам на сооружение и изготовление, это, как видно, без перечня, или это будет касаться только тех медицинских изделий, которые в перечне. Это тоже будет требовать разъяснения или наших с вами дальнейших размышлений. Мы ведь с вами обращаем внимание не только на саму новую норму, но и на те потенциальные вопросы, которые связаны с ее применением, и над которыми нам надо или думать, или ожидать разъяснений. Соответствующие изменения внесены и в главы налогового кодекса о спецрежимах, о едином сельскохозяйственном налоге и об упрощенной системе налогообложения. Поскольку у нас в обоих этих главах закрытый перечень расходов, которые могут приниматься для цели налогообложения, то понадобилось добавить в этой закрытый перечень и расходы, связанные с приобретением всего, что нужно, видите. Но тут назначение немножко другое. Дезинфекция помещений, приборы, лабораторное оборудование, спецодежки. Тут нет расходов на строительство, на доведение до состояния готовности и так далее. Следующий блок изменений, мы в общем-то об этом знаем, все наслышаны, это возможность, чтобы не платить прибыль, скажем, в тех кварталах, когда ухудшается положение организации из-за коронавирусной инфекции, в связи с приостановлением, полным или частичным, в связи с нерабочими днями, чтобы в этой ситуации не платить налог на прибыль фактически по результатам предыдущего квартала, а не по результатам той ситуации, которая имеет место на текущий момент. Дана возможность, опять-таки, в отличие от общего порядка, перейти на уплату авансовых платежей по налогу на прибыль от фактической прибыли не с начала года, а в середине года, начиная с уплаты авансовых платежей по налогу на прибыль по результатам четырех месяцев. Естественно, за вычетом тех авансовых платежей, которые к этому моменту уплачены. Описан механизм перехода, учетная политика, уведомления, какие сроки, тут проблем нет. И еще один момент, связанный с этим нововведением, что повышается, не отменяется полностью, то есть все-таки не любая организация может перейти на уплату авансовых платежей от фактической прибыли, а у той, которой доходы не превышают за четыре предыдущих квартала определенный уровень, он был 15 миллионов, он повышен, то есть четыре квартала было 60, он повышен до 25 миллионов рублей. Поэтому теперь это 100 миллионов рублей, более-менее приличная сумма. Цель, как я уже сказал, чтобы не платить налог на прибыль по результатам предыдущего квартала, а платить по реальным доходам, которые, конечно, ниже, чем были раньше, если вообще будет. Если говорить о том, что нас уже настигло и что нас еще может ждать не только в части налога на добавленную стоимость, то не только в части налога на прибыль, но и в части налога на добавленную стоимость, то я вам хочу напомнить сначала, что было поручение президента рассмотреть вопросы изменения порядка и исчисления уплаты НДС. И мы имеем два таких изменения. По общему правилу, опять-таки, если мы получаем субсидию с бюджета и мы получаем субсидию 120 рублей, а не 100, то есть в том числе и на уплату НДС, то если мы получаем субсидию до того, как произвели расходы, то мы, произведя расходы, НДС, входящий в стоимость расходов, не принимаем к вычету. Относим его на прочие расходы для целей налога на прибыль, связанные с производством и реализацией. Если мы получаем субсидию после того, как произвели уже расходы, то есть на возмещение расходов, и получаем опять-таки 120 рублей на возмещение расходов, включая сумму НДС, уплаченную при приобретении товара в работу, услуг, имущественных прав, то мы должны НДС восстановить. Таково общее правило. Если НДС оплачен за счет бюджета или возмещен каким-то образом, он к вычету не принимается, относится для целей налогообложения на расходы, на прочие расходы. В отличие от этого общего порядка, те субсидии, которые будут давать субъектам малого предпринимательства, включенными в реестр таковых субъектов и работающих в наиболее пострадавших отраслях, по основному коду своей деятельности, нормы о непринятии к вычету НДС по расходам, произведенным за счет субсидий, или о восстановлении НДС при получении сумм на возмещение расходов с учетом НДС, применяться не будут. То есть, в любом случае, НДС, оплаченный за счет субсидий, принимается к вычету. Принимается к вычету. И второе изменение, касающееся НДС, это то, что для налогообложения, выручки, продажи медицинских изделий, у нас по целому ряду изделий указаны в постановлении правительства, мы имеем право применять, даже обязанное, я бы сказал, применение ставки, это не право, это обязанность, отказаться нельзя, это не кода. Мы применяем ставку 10%. Но по общему правилу должно выполняться условие. Должны быть зарегистрированы это изделие в России или в ЕАЭС. Поскольку сейчас времени регистрировать нет и много импортных изделий, то мы имеем право применять ставку 10% и к изделиям не зарегистрированы на территории РФ или на территории ЕАЭС, но зарегистрированными в стране производителями. И при наличии его в перечне 688. Это следствие из установления правительством, как вы видите, особенностей обращения на территории РФ изделий, не зарегистрированных, но связанных с борьбой с коронавирусной инфекцией. Следующий блок вопросов, который мы рассматривали и более месяца назад, и сегодня в нем есть изменения, это адресаты налоговой поддержки. Адресаты налоговой поддержки, это у нас 434-е постановление правительства, в которое уже внесены два изменения, последнее совсем недавно, и вообще это список незакрытый, потому что, например, на совещаниях по транспортной отрасли президент говорил о необходимости рассмотреть вопрос о включении в список пострадавших отраслей пассажирских и автомобильных перевозок, а железнодорожных и автомобильных пассажирских перевозок. Пока это не сделано. Есть письмо Минфина с предложением включить в список пострадавших отраслей ювелирное производство и так далее. Но на сегодня, по сравнению с тем, что мы имели на прошлой нашу встречу, у нас двумя изменениями сюда добавлены недавно производство, последнее, 12 мая, производство изделий народных художественных промыслов, предыдущими изменениями деятельность музеев, деятельность зоопарков, вот, стоматология была добавлена, вот она у нас здесь, было добавлено розничная торговля, непродовольственными товарами с целым рядом кодов. Но при этом последними изменениями от 12 мая были упрощены, была упрощена возможность получения мер государственной поддержки, привязанных к кодам. В частности, коды 19.1 и код 19.2 были убраны, детализирующие показатели 1 и 2, и они были объединены в код 47.19 и изменено название той отрасли, которой соответствует код 47.19. Потому что привязка к кодам, она, конечно, сужает возможности получения различных мер государственной поддержки. Мы говорим только о налоговой поддержке, но есть же и другие меры поддержки бизнеса, в той или иной мере реализующиеся. Мы, когда говорим о мерах, мы говорим все-таки в основном с нормативной точки зрения. Вопрос реализации – это отдельное, как говорят в песне. Есть поддержка субсидиями, есть поддержка в части арендных отношений, есть поддержка в части кредитования, и там везде играют роль коды. И вот сейчас как раз идет борьба за то, чтобы поддержка распространялась и независимо от кода основного вида деятельности. Потому что у целого ряда организаций на практике основная деятельность, основной доход, которого сейчас не стало или он существенно уменьшился, он по коду не основного вида деятельности, а поддержку они получить не могут. И, например, с целью предоставления субсидий совсем недавно, 12, вчера или позавчера, был решен правительством вопрос, что эту поддержку могут получить осуществляющие деятельность пострадавших отраслях и не по коду основного вида деятельности, а лишь бы был хотя бы какой-то код, пусть это будет третий, пятый, который относится к пострадавшим отраслям. Но это для поддержки в форме получения субсидий. На меры налоговой поддержки это пока не распространяется. Поэтому, когда мы видим в каких-то документах о мерах налоговой поддержки слова наиболее пострадавшие отрасли, то мы пока привязываемся к кодам основного вида деятельности. И еще одно изменение было внесено в постановление о наиболее пострадавших отраслях. Здесь были добавлены слова в том числе, потому что до этого, как мы с вами говорили, перечень пострадавших отраслей был привязан к 106 закону о кредитных каникулах. И как будто бы только на связанные с ним вопросы распространялся. Добавлением в том числе эта проблема была снята. Получили мы разъяснение Минэкономразвития, что если у нас, например, есть код, как теперь, 4719, а у организации код 47192, то это не значит, что она не имеет права на получение мер налоговой поддержки. Как разъяснил Минэкономразвитие, если приведен класс или подкласс, то все, что его детализирует, также имеет право на соответствующие меры поддержки. И теперь о самих мерах налоговой поддержки. Сами меры налоговой поддержки, это у нас было с вами 409-е постановление, в которое тоже внесены со времени нашей предыдущей встречи изменения. Где-то они важные, где-то они детализирующие, не очень важные. Но основное я постараюсь назвать. Значит, про адресатов мы говорили, повторяться не будем. Что здесь основное добавилось в части от срочки по уплате налоговых взносов. В первом варианте постановления о срочку по уплате страховых взносов имели только микропредприятия. Теперь у нас имеют не только микропредприятия, но и все субъекты малого и среднего предпринимательства, включенные в реестр и осуществляющие свою деятельность, здесь, как видите, сохранилось, согласно коду основного вида деятельности в наиболее пострадавших отраслях. То есть расширена сфера этой налоговой поддержки. Кроме этого, добавлен в результате поручений президента всяких совещаний в 409-е постановление пункт о том, что когда закончится срок от срочки, неуплаченные за период от срочки налоги надо будет уплачивать не единовременно, а равномерно в течение года. И здесь есть еще один нюанс, на который хочу обратить внимание. Не в те сроки, то есть эти уплата равномерная в течение года, она может осуществляться не в те сроки, которые установлены налоговым кодексом для уплаты данного налога. Если у нас, например, страховые взносы уплачиваются не позднее 15-го числа следующего месяца, то взносы, неуплаченные за период от срочки, могут уплачиваться не позднее последнего числа месяца. То есть взносы, текущие 15-го, а взносы, неуплаченные за период от срочки, в течение месяца, они могут уплачиваться 30-го числа. Здесь важный вопрос. Вот эта срочка, которая была дана не всем субъектам малого предпринимательства, включенным в реестр, осуществляющим деятельность пострадавших отраслях, она распространяется одинаково на всех, кто подпадает под эту адресность, или она распространяется по-разному на тех, кто работал в нерабочие дни и не работал. Вернее, да, вы не просто работал и не работал, а на кого распространялся и не распространялись три указа о нерабочих днях. Потому что, если, например, вы соответствуете всем этим критериям, но вы относитесь к непрерывно действующему предприятию, такие сочетания могут быть пострадавшие отрасли, но одновременно непрерывно действующие предприятия. На вас распространяются все вот эти сроки или нет? И вот мы видим, что ФНС дает такие разъяснения, насколько они соответствуют нормативному документу. В 409-м постановлении ничего не сказано о том, на кого распространяются или не распространялись указы нерабочих днях. Тем не менее, ФНС в своих разъяснениях говорит, что сроки уплаты организациями какими-то, теми, которые не относятся вот к адресатам от срочки, а которые должны в обычные сроки платить налоги. Так, ФНС проводит различия между теми, на кого распространялись указы, вот на них переносятся. Ну, это было тогда, когда еще не были объявлены нерабочими 6-е, 7-е, 8-е. И на тех, на кого не распространялись указы, значит, они должны были платить налог на прибыль раньше, в свои сроки, 20, 29 апреля, там, по-моему, был нерабочий день, или 28 апреля. Вот. То есть, тогда, по этому же подходу, и здесь то же самое, здесь то же самое. Но в самом документе, еще раз, этого нет, этого нет. Поэтому вот это, это уже прошло, у нас уже нерабочие дни закончились, но может быть, стать вопросом о каких-то санкциях, о пении. Поэтому при решении этих вопросов надо этот аспект иметь в виду. То же самое, видите, есть в этом же разъяснении, нет, другое письмо, 4.11, нет, это в этом же разъяснении, и та же позиция проводится еще раз, что не предусмотрено продление сроков для НДФЛ, и тут, да, прошу прощения, здесь другая проблема, немного, здесь подчеркивается то, что, в общем-то, сказано в 409 законе, что отсрочка не дается по агентским налогам. Здесь говорится у нас только об НДФЛ, мы знаем, что агентские налоги, это еще может быть налог на прибыль, налог на добавленную стоимость. Значит, все эти налоги должны были уплачиваться вовремя. Ну, а сроки уплаты этих налогов, они переносятся в соответствии с нерабочими днями. Опять-таки вопрос, а если я должен платить как налоговый агент НДФЛ, прибыль с выклад иностранных организаций, или НДС, и я отношусь к непрерывным производствам, на меня нерабочие дни значит не распространяются, значит я должен был это заплатить вовремя. Вот это вопрос. И с учетом сказанного, вот приведены консервативные позиции, консервативные позиции, согласно которой все плательщики налогов разбиваются на три группы. Те, для кого перенесено правительством, для всех, независимо от того, распространялись, не распространялись, указы о нерабочих. Остальные разбиваются на две группы. Почему здесь все? Потому что нет отсылки в документе к тем, на кого распространяется, не распространяется. Остальные, исходя из позиций ФНС, тут-то у нас документа нет, нормативного правового, распределяются на подпадающие под нерабочие дни и не подпадающие. Они платят налоги по-разному. В связи с этим важный вопрос, а какие же организации являются организациями, на которые не распространяются действия указов о нерабочих днях. Не распространялись. Сейчас повторяю, вопрос имеет ретроспективное значение, может встать только в связи с наложением каких-то санкций. Вот здесь у нас приведем перечень документов, по которым можно определить эти организации. Еще раз, речь идет не о фактически работавших, а о тех, на кого не распространялись указы президента о нерабочих днях. И хочу напомнить, что региональные власти могли устанавливать своими документами дополнительный какой-то перечень организаций, на которые не распространялись указы президента о нерабочих днях. Вот как пример указ мэра Москвы. Третий пункт постановления 409-го говорил об отсрочке предоставления отчетности. Здесь тоже произошли небольшие изменения, они главные из этих изменений, это то, что было добавлено положение, обращающее внимание, что пункт 1 о переносе сроков уплаты налога и пункт 3 о переносе сроков представления налоговой отчетности. Живут каждый своей жизнью независимо друг от друга. налоги могут быть отсрочены их уплата, а отчетность может быть не отсрочена, срок ее представления. Может быть наоборот, срок представления отчетности перенесен, а срок уплаты налога не перенесен. Самая такая, всем известная здесь ситуация, что НДС декларацию мы представляем до 15 мая, то есть завтра, последний день исключительно, а уплатить НДС надо было раньше, 27 апреля. И это не единственная ситуация, когда сроки представления расчетов по НДФЛ перенесены, а сроки уплаты агентских налогов НДФЛ, в том числе, как мы говорили, не перенесены. Вот это важный пункт, который надо иметь в виду. появились разъяснения ФНС по поводу сроков представления отчетности, появились документы Фонда социального страхования о сроках представления отчетности, подтверждение основного вида экономической деятельности. Это не налоговые аспекты, не налоговые поддержки. Вот, поэтому вы посмотрите это сами, я не буду это анализировать. Здесь главное, что ФСС проводит различия между теми, на кого распространялись рабочие, нерабочие дни, и теми, на кого не распространялись рабочие дни. То есть в части представления отчетности вот мы видим это различие проводится. Хотя в самих документах, в самом 409 постановлении ничего такого нет. Но 409 постановление не распространяется на, например, на взносы по страхованию от несчастных случаев и профзаболеваний. Поэтому вот в части сроков подтверждения основного вида деятельности для установления тарифов по этому виду социального страхования, вот это пока ФСС здесь регулирует и как вы видите они провели это различие. При этом обращаю внимание ваше на письмо ФНС, которое напоминает это не единственное письмо уже или другие такие ситуации, что даже если вы не вели деятельность в нерабочие дни в соответствии с указом президента или вы не ведете деятельность по каким-то другим причинам, нет спроса на вашу продукцию, нет посетителей в ресторане, вы пострадавшие отрасли, то все равно и вы не осуществляете может быть выплат работникам ну противоречия с указами президента, то все равно подавать нулевую отчетность по страховым взносам вы ну по тем взносам, которые уплачиваются в соответствии с налоговым кодексами, о которых может написать ФНС, вы все равно обязаны подавать, это нулевая отчетность, поэтому надо здесь быть внимательным. Также проводят различия между лицами, на которых распространялись и не распространялись указы о нерабочих днях, ФНС в части представления налоговой отчетности. Мы видели это различие, которое ФНС проводит в части сроков уплаты налогов для тех, на кого не распространяется 409-е, для всех остальных. И такое же проведение различия мы видим по вопросам сроков представления отчетности, при том, что в 409-ом постановлении, когда говорится о сроках представления отчетности, то тут сказано налогоплательщики, налоговые агенты. Тут нет, на которых распространяется и не распространяется указ. Тем не менее, ФНС в двух письмах проводит такое различие. А для лиц неуказанных вот для них после окончания нерабочих дней, а тех, на кого не распространялись указы о нерабочих днях, они, пожалуйста, должны были предоставлять отчетность вовремя. Отдельный вопрос, насколько это соответствует 409-му постановлению правительства, в котором такого различения нет. Здесь еще обращаем внимание на то, что срок продления начинает исчисляться от даты, не от 409-го постановления, а от даты установленной налоговым кодексом. И в завершении этого сюжета обращаю внимание, что есть простыня, можно так сказать, информация ФНС, которую можно найти в справочных базах о продлении сроков представления деклараций и сроков уплаты налогов. И надо сказать, что в этой простыне никакого такого различия тоже нет. Поэтому как-то внутри тех документов, которые выпускает ФНС, хотя еще раз, ситуация имеет ретроспективное только значение, и может быть она никого не коснется, но пока мы это не проверили на практике, я все-таки счет возможно, необходимо обратить на нее внимание. Четвертый пункт 409-го постановления у нас приостанавливал проверки и все связанные с ними действия налоговых органов мы получили разъяснение ФНС с подробным перечнем приостановленных со стороны налоговых органов действий. И в этом же письме разъясняется, что поскольку налоговые органы работают, и, например, они завершили выездную часть выездной проверки в конце февраля, но акт не успели предоставить. По новому, по 409-му постановлению действия по представлению акта налогоплательщику сроки, они приостановлены. Но ФНС говорит, мы же работаем, мы можем подготовить акт пораньше и выслать вам его раньше, и это никак не нарушит действительно наших прав, поскольку для нас срок месячного представления возражений на акт, он начнет течь только после окончания нерабочих дней, в данном случае 12 мая. И опять-таки для всех в 409-м постановлении нет, что для тех, кто на кого распространялись рабочие дни, на кого не распространялись. Это важно, потому что это исчисление сроков угла. Поэтому это даже более удобно для налогоплательщика, у него для представления возражений будет больше времени, чем месяц. Никакого нарушения интересов здесь нет. Разъяснение в части приостановления проверок. Подчеркивается, что если будет информация, что в период приостановления проверок, а у нас это до 31 мая, налогоплательщик совершает или может совершить действие по выводу активов из организации, вследствие чего потом при установлении недоимки невозможно будет обеспечить ее взыскание за счет имущества налогоплательщика. То при этом проверка не будет приостановлена. Но как страховка от произвольных действий налогового органа сказано, что она может быть не приостановлена только по согласованию с руководителем вышестоящего органа. Если это крупная организация в межрегиональной инспекции, то вышестоящий орган это ФНС. Тут написано это второе письмо по данному вопросу. написано не так однозначно как в первом. Но в первом однозначно говорилось, что вот это будет распространяться только на тех, кто не относится к пострадавшим отраслям. А если вы в пострадавшей отрасли, то ни в коем случае не будет возобновлена выездная налоговая проверка. Ну сейчас тоже есть, но не так явно. Будем надеяться, что никто из наших слушателей, из тех, кто будет знакомиться с настоящим роликом, под это исключение в силу своего поведения не попадет. Также нам напоминают, что не надо расслабляться в части контрольно-кассовой техники, потому что срок привлечения к административной ответственности один год. И если в период приостановления проверки от покупателя придет сообщение, что ему не выдали чек, или чек его не будет подтвержден на сайте ФНС, то это не значит, что поскольку это произошло в период приостановления проверок, никаких санкций не будет. Нам напоминают, что в течение года могут быть санкции. Кроме налоговых мер правительства есть еще налоговые меры регионов. Я хочу просто напомнить об этом, привести примеры. И эти налоговые меры, естественно, сфера их применения это только налоги, которые находятся в ведении региональной власти или местной. Это имущественные налоги, транспорт, налогное имущество, и физических лиц и организаций, и транспортный или земельный налог, и арендная плата за землю. Так вот, налоговые меры регионов, они ориентированы на то, чтобы облегчить жизнь арендаторов через стимулирование арендодателей, снижать арендную плату, давать по ней отсрочку или вообще освободать на какой-то период. Вот у нас пример, это постановление правительства Москвы в измененной редакции и закон Московской области, тоже дающий вот эти вот льготы. На что хочу обратить внимание, что в обоих документах, а дополнительно еще в письме ФНС указано, какие документы должны быть предоставлены, в налоговый орган, чтобы налоговый орган предоставил эту льготу арендодателю. Это тоже надо обратить внимание на документальное подтверждение права на льготу, установленную региональными органами власти. И последний наш блок, о котором мы говорили в части налоговой поддержки, предыдущие встречи, предыдущих роликах, это новые основания и правила предоставления отсрочки, утвержденные тем же 409 постановлением пунктом его пятым. На что обращаем внимание, что на сайте ФНС есть отдельный сервис, куда достаточно, например, ввести ННМ и сразу сервис покажет, имеете ли вы право или не имеете право, и если имеете, то там есть несколько опций, на какие сроки, по каким налогам, по какую из этих опций вы можете реализовать. Но нужно иметь ввиду, что это сможет сделать соответствующий сервис сайт ФНС, когда будут сданы те декларации по тем налогам, отсрочку или рассрочку, по которым мы просим. Это вот еще одно, так сказать, узкое или недостаток этого механизма. Представление отсрочки и рассрочки привязано к моменту сдачи декларации, потому что нужно доказывать, что вы соответствуете тем условиям снижения выручки, снижения доходов, которые дают право на получение отсрочки или рассрочки. поэтому заявление это можно подать и раньше, но обрабатывать его будут и получить ответ автоматически через соответствующий сервис, имеете ли вы право и на что, это можно будет только после подачи декларации по тому налогу и за тот период, по которому и за который вы просите отсрочку. в этой части за прошедшие с нашей предыдущей встречи время было принято 651-е, как вы видите, совсем недавно постановление правительства о мерах поддержки системы образующих организаций и в части налоговой поддержки было установлено, что им будет представляться отсрочка рассрочка, потому что в самом 409-м постановлении в первой версии сегодня было написано, что системообразующим и всем остальным организациям нужно отсрочка может предоставляться по отдельным постановлениям правительства. Я полагаю, что 651-е постановление это и есть то отдельное, в соответствии с которым налоговая поддержка в виде только в виде отсрочки рассрочки по уплате налогов будет предоставлено в соответствии с 409-м постановлением. Вот это принято в части реализации 409-го постановления сверх того, что в нем уже в самом было написано. Ну, тут опять-таки возникают вопросы с применением этих налогов, а какие налоги, если НДС нет, на НДС не распространяется рассрочка, прибыли за второй или за третий квартал может вообще не быть, то практически вопрос о рассрочке, ну, он становится таким декларативным. Поэтому тут тоже. Следующий вопрос, что 409-м постановлением заявления надо подавать в налоговые органы. В постановлении 651-го там написано, что надо подавать заявление в свое министерство, которое еще будет согласовывать с Минэкономразвития, то есть вопрос о том, через какой механизм будут получать отсрочку или рассрочку по уплате налогов, а за первый квартал предоставлено вообще на смешную сумму отсрочка-рассрочка 750 миллионов. Это меньше, чем платит любая системообразующая организация по одному, я думаю, налогу на прибыль. Таким образом, мы с вами закончили обзор мер налоговой поддержки, которые мы получили дополнительно к тем, которые имели место по состоянию на 9 апреля, когда записывался предыдущий ролик. И плюс разъяснение тех норм налоговой поддержки, которые уже были на момент записи предыдущего ролика. Если за следующие полтора-два месяца произойдут изменения, которые достойны будут нашего внимания, будут существенны, будут затрагивать значительное количество налогоплательщика, то я думаю, что финэкспертиза разъяснит применение этих разъяснений и новых изменений. Всего доброго, коллеги, успешно вам пройти этот нелегкий нынешний период. Успехов в работе. До свидания. Продолжение следует...